21 февраля 2023 года. Долгожданная и разрекламированная речь российского диктатора Владимира Путина. Послание Федеральному Собранию. Добрый день, прошу вас. Добрый день, уважаемые депутаты Федерального Собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России. Это выступление Бункерного впервые за много лет переносили на неопределенные термины. Причины были разные. Но, наконец-то, чудо совершилось. Путин созрел и решил таки выступить. Диктатор почти два часа читал свое послание, но за это время он не объявил ни о победах своего великого государства на фронте, ни о новой волне мобилизации, ни о каких-то сверхпланах. Все по старинке. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Из нового в речи Путина прозвучало только то, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Фактически речь идет о блокировке контроля за развертыванием ядерных боеголовок. Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. По словам Путина, отношения двух стран деградировали, так как США пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны и строить мир по-американски. Все осталось в прошлом. Наши отношения, что очень важно, деградировали. И это целиком заслуга Соединенных Штатов. Именно они, именно они после распада Советского Союза приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны, к строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин, один господин. 22 февраля внесенное Путиным предложение о приостановлении соглашения одобрили Госдума и Совет Федерации. Договор был, в принципе, выгоден обеим сторонам. Он ограничивал ядерные потенциалы обеих стран и сохранял паритет, то есть равенство. Относительное, примерное равенство ядерных потенциалов двух сторон. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – это двустороннее соглашение между Вашингтоном и Москвой, которое устанавливает для сторон равные лимиты на количество ядерных боезарядов и на все их типы баллистических ракет. Было три подобных договора. Действия последнего стороны продлили в феврале 2021 года. В соответствии с этим договором ограничивается число ядерных зарядов и соответствующих пусковых установок. Речь идет как о носителях ядерного оружия, так и, допустим, тяжелых ракетах и других установках, с которых может быть использовано ядерное оружие. Но именно стратегическое. То есть, приостановив действия договора, Путин опять намекает на возможности применения ядерного оружия. Речь идет о фирменном стиле Путина. С одной стороны, Путин, заявляя приостановке действия этого договора, он угрожает штатам и Западу, угрожает тем, что у него есть ядерное оружие. И он может выйти за пределы этого договора, якобы может расширить ядерный потенциал России. Но с другой стороны, по мнению эксперта Владимира Фисенко, таким образом Бункерный пытается выстроить диалог, но на своих условиях. На самом деле, в договоре приостановки нет. Нет такой нормы про приостановку. Это не отказ от договора. Россия не выходит из договора. Она понимает, насколько это опасно. Сам термин «приостановка» говорит о том, что Путин готов торговаться. Готов торговаться. Но в пакете с вопросом об установлении меры в Украине. Вот в чем суть его заявления. Одной рукой угрожает, шантажирует ядерным оружием. А в другой руке у него как бы ветвь мира. Я могу договариваться. В США решение бункерного правителя прокомментировали кратко и сдержанно. Джо Байден заявил, что президент России Путин совершил большую ошибку. Это сигнал о том, что Путин действует неправильно, но воздерживается от каких-то более резких выражений в адрес Путина. Это тоже сигнал. Сигнал о том, что американцы не закрывают двери. И в случае чего консультации по этому договору могут быть возобновлены. Но с высокой вероятностью, во всяком случае сейчас, речь не будет идти о каких-то уступках. Ну уж точно, скажем так, Америка не пойдет на возобновление этого договора в обмен на уступки по Украине. Бункерный тиран все чаще пытается придумывать новые планы спасения своей репутации, но свои шансы он уже давно потерял. И вряд ли у него получится подняться из низов, на которые он опустился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова